ребята всем привет спасибо что заглянули на наш канал сегодня у меня выходной и как обычно делал не в проворот сначала надо позавтракать время уже 10 часов по моему до 10 часов вот сейчас хочу кофейку налить и бутербродиков что ли сделать у меня даже хлеба я уже поставила варить свеклу картошку яйца в общем к новому году надо готовиться завтра же я работаю 31 числа вот купила себе стакан термо бокал вот сейчас буду горячий кипяток наливать не знаю как погреющий немножко у нас не говорилось но весь вечер в общем коль вчера съездил слова в больницу мог врачу здесь у нас опять кто еще на ему кололы щуку и укололы и сказала что желательно вам к врачу саратов чтобы рентген сделать я вчера созвонилась с онкологом саратове единственное что неудобно в одной клинике все анализы надо будет нам сделать в общем назначили рентген легких узи брюшной полости на наличие на всякий случай метастаз я уже два дня плачу не могу уже просто не хочу это вам передавать ну в общем сказали что желательно так а потом приедете ко мне вчера говорит мне надо фотографию пришлите я хотя бы гляну просто взглядом я пришла с работы вчера вечером по ватсапу я отправила фотографию спасибо встретимся завтра ну а чё на скажем просто посмотреть конечно в общем сегодня мы собрались ехать вот коллиже он всю ночь работа и час он поспит вот после обеда мы туда рванем вот что нам там скажут сделаем рентген узи сделаем кровь биохимию общий в общем все анализы вот будем делать вот я посчитала так вот все что нам надо сейчас делать как бы она сказала я записала все чтобы не забыть там что таком состоянии вчера была ну в общем вот сегодня у нас день такой предновогодний день сегодня там машин будет полно и снега намело я вообще не знаю но нам просто откладывать мы не можем потому что следующий прием у нее 7 9 января но это уже долго ждать в общем переживание сегодня я ее не кормлю она у меня голодная пришла хочет есть вчера на ночью хорошо покормила вот спрашивает врач как она у вас кушает я говорю я стану отлично она даже еще добавки просит есть отлично бегает прыгает но вот эта нога конечно она как бы ей по лестнице поднимает по кафелю идет она как бы скользит вот нет такой упора на нее вот конечно на ее наверно беспокоит сегодня я не стал ее ничего колоть вчера яйца триоксон еще уколола сегодня пока не будут до врача что врач скажет потому что может быть что-то другое она сказала если только там вот посмотрит вот эти анализы там в общем узи вот это все по результату вот этих анализов она говорит будем уже здесь плясать смотреть может быть если все нормально то прооперирует ее желательно чтоб сразу в этот же день мы ее и приоперировали тоже страшно собака не молодая они мне все говорят собака уже старого собака старая но собаку-то надо смотреть я же не могу и напряжелся вы бросите все для меня то она какая но старая я понимаю да все равно что-то надо ей помощь доказывать в общем не сказали старые результаты взять вот приготовила с ней старые результаты вот когда ее оперировали как что у нее там было они тоже написали в диагнозе когда в прошлый раз палец то ей удаляли они написали образование 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 а новое образование в области фаланги пальца под вопросом но никто на гистологию не сдавали этот палец надо было тогда нам сдать и просто мы уже знали что это такое ну вот сегодня будем все сдавать если будут оперировать естественно они возьмутся и не и я уже говорю пускай делают нам что там как будем смотреть слушайте а вот не греется не горячий совершенно я не думала что вот он такой интересно как то ну термо наверное поэтому отсюда не греется а я думала термо двойной как бы я просто думала термо типа столбики не будет лопаться термо это наверное то что он не греется так что не знаю вот какой вот сегодня поставила сейчас до обеда сварю картошку свеклу на подшубой чтобы у меня было яйца сварю на всякий случай для какого-нибудь салата вчера позавчера вечером себе сделал на работу салат просто на скорую руку было ни до чего я думаю сейчас я быстренько два яйца сварила туда добавила сырку в общем потом покажу может быть даже такой сделаю вы знаете такой прям шутяшал салат получился вкусный говорю на скорую руку я наверное его буду делать тоже на новый год только кому делать не знаю лёша не на работе нет но брат звал еще говорит поехали на площадь на елку погуляем может быть к нам зайду по посидим поужинаем вечером не знаю посмотрю а первого числа тоже брат говорит мы будем шашлыки у родителей делать давайте тоже подтягивайтесь ну в общем дети то наверное у нас первого гулять собираются с друзьями а вот не знаю может быть василису нам дадут туда ну как бы это они уже говорили посмотрим с волкой не знаю чё а то я сейчас вроде как бы мы думаем к родителям и василису взять а здесь лолу если прооперирует я буду с ней нянчиться сидеть я уже все никуда вот так вот ну надо сейчас позавтракать я даже у меня было я даже не могу сообразить что у меня приготовить что не приготовить ничего завтра работаю работаю до 7 завтра у нас аптека до 7 посмотрим и вот куда с лолкой даже с ней поехать куда ей к маме могла бы с ней поехать ну куда с ней она будет капризничать это мне ее всю постель тащить все с собой там еще намело у нас так я не знаю сейчас почистит городе представляете все такие пробки будут везде у нас только дворе намело снега прям вообще тьма даже все окна снегу даже окна ну все наверное пока отключаюсь сейчас позавтракаю я даже подарки еще не собрала я подкупила мы дарим чисто символически подарки и вот приказ все купила и пакетики купила все купила а мне даже времени разложить нет ни настроение не времени может быть сегодня вечером раскидаю все по пакетам и все и под елку не было надо вот василисе поставить так что ладно друзья не будем падать духом будем надеяться что с лолкой с нашей все хорошо я переживаю что лишь бы не онкологии вот если не онкологии прооперируют все сделают лишь бы лишь бы еще она у нас пожила ну просто ну не хоть ну не могу я вот поверить в это все не могу не могу я поверить что это опухоль какая-то так что друзья давайте я отключаюсь буду завтракать дела по делу потом как поедем я наверно с вами свяжусь еще ну вот ребята разложила подарки пока время у меня еще есть сейчас дети за мной заедут это здесь катя бабушка бабушка василисе тоже вот купили под елку поставим кофточку вот я ее взяла вот такую ну и здесь вот всем понемножку учить символически приготовила думаю к новому году в общем раскидала у нас время уже полдве полдвенадцатого сейчас скоро дети заедут и мы поедем где наша девочка там спит по господи как ребенок у нас даже никто в дворе и снег не чистил но только здесь вот крыльцо почистили а дороге он клеит если вам видно уже машины накатали клее в общем цветок вот это сюда поставил он у меня так плохо там растет окно постоянно закрыто я утром ухожу вечером прихожу и он не любит он любит чтоб светло было вы смотрите его сюда поставила сколько побегов новых листиков пошло мой красавец ты мой вот смотрите и там наверху новые вот он любит светло и здесь листики вот сразу или вот он такой сбросит листья и пошли новые он везде новый смотрите но здесь я конечно открываю же окно с утра и включая вот эту вот эти лампы поэтому может быть растет здесь вот новый огурчик у меня я ему поставила выжжет лесенку что бусики вот так вот давай вот так вот здесь еще огурчики у нас растут все убрала те огурцы все а это вот остался у нас один огурец несколько огурчиков но вот хоть василисе свежие огурчики будут так ребята один огурец все-таки вот который был покрепче помидоры никак еще не цветут не знаю они долго наверное будем ждать помидорки нету пока еще цветочков нет ну ладно подождем елочка моя даже зажигать ее некогда красавица вот сейчас новый год пройдет 31 все девчонки мальчишки да пушарик ты мой пушарик мой хороший мальчик вот он вчера вообще морозы стоят он даже на улице не выходил целый день вчера дома сидел и ночь дома бы а нет врут он утром я сплю он утром кричит в коридоре я встала открыла ему дверь точно он ушел на ночь вчера весь день был а в ночь пошел тюк пушарик мой хороший ну все ребят все ребят мы поехали саратов с лолочкой сынок я видно я видно я видно тебя привет марюшку мы не снимаем вот ее пальчики только снимем и телефончик она не хочет сниматься вот она наша девочка красоточка да лёлик олик вот как у нас трассы чистят это саратов вот так в марксе у нас и то лучше дороги почищены трассы да сынок ну да вот здесь вообще вот пожалуйста сейчас еще город посмотрим неизвестно сейчас еще в городе глянем марксе нормально у нас уже почищены вы ехали? ну лучше более-менее да? а ну мы ехали по этой куйбышево да в принципе и там где больницы почищены не смертя вот она вместо Василисы залезла да ты моя да хорошо ну сиди 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 ну ты моя девочка не знаю боишься боишься не знаю боишься все тупик попробую все тупик попробую надо везиться она в туалет хочет в большом уезжает Ловите её там, смотрите Держите её Держите её Держись, поделись, я не могла её поймать Ты чё, она расчёт? Леглась Намучились с Гожей Квертормашкой И так, и то и отслеживали Сейчас ещё к одному доктору съездим К онкологу Всё Ну, как бы здесь, говорят, не критично Анализы не знаю ещё Так что, посмотрим КОНЕЦ 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 Ребят, мы уже дома В общем, время 7 часов Мы только приехали Все голодные Ловка сейчас кушает Бабушка с дедом Налили нам супчика с кроликом Вот она сейчас кушает Потому что у нас там Василиса была Мы вот за ней поехали Уже не стали раздеваться, кушать Налили домой нам В общем, ладно Что нам сказали в клинике В клинике мы прошли Значит, общий анализ крови сдали На сахар, биохимию Ну, в общем, полностью всё сдали УЗИ сделали внутренних органов Рентген бедра сделали Да В общем, анализы все показали Отличные у неё Всё хорошо Единственное, что в печени она говорит Такой, как шарик Такой ровной окружности Говорит, что это больше похоже Такой возрастные изменения в организме Ну, говорит Серьёзного я ничего не вижу УЗИ Потом мы поехали к онкологу В другую уже клинику Онколог посмотрела Сделала пункцию Ну, и набрала, значит, шприцом Как типа сукровицы Ну, говорит, в принципе Это похоже больше на травму Удар как-то вот на это Но всё равно взяли на гистологию Посмотреть, что это такое В общем, результат 4-го числа только будет На ватсап она мне скинет результат А там уже будем смотреть Назначила нам Мелоксикам в таблетках попить Ну, там типа мелоксикамы Просто для животных Название таблетки я не помню В общем, купила я таблетки эти Сейчас её буду поить СФ3, Апсон, раз вы кололи Поколите ещё несколько дней Ну, в общем, вот так Собака себя ведёт отлично Всё хорошо Аппетит есть, всё Ну, в общем, не знаю Больше как гематомы Там уже, не знаю, после анализа Будем надеяться, что она всё-таки Где-то её ушибла Она говорит, не могут они у вас Кот у вас есть, есть Они не могут драться Я говорю, да они никогда не дрались Пушук её вообще любит Вот я единственное, думаю Там же столик стоит в зале у нас Может быть, они вместе залезли на диван Она у нас с характером Ну, она спокойная Ну, такая вот, в смысле Выпендривается перед пушком Может, она неловко как-то упала на эту ногу Ну, в общем, я не знаю Сами ничего не знаем Ну, в общем, что результат покажет Ну, будем надеяться, что всё-таки ушиб Вот Ну, в общем, вот так О серьёзном, о плохом пока не хочу думать даже В общем, всё Вот только приехали Машин много Пробки К празднику люди готовятся Кто-то едут, видимо, уже на даче отдыхать В общем, вот так, друзья, всё Наверное, на этом буду заканчивать своё видео Спасибо, что провели этот день с нами Спасибо, что смотрите нас В общем, друзья Всем пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok